здравствуйте вопрос является ли грехом предпринимательская деятельность в форме выдачи под проценты займов гражданам на приобретение ими жилья погашается средствами материнского капитала будет ли это грехом ростовщичество интересно так красиво сформулировано предпринимательская деятельность форме выдачи под проценты займов гражданам на приобретение жилья а кто это предпринимательской деятельностью такой занимается это вот старуха процентчица в известном романе федору михайлович достоевского она тоже вот пожалуйста предпринимательской деятельности форме выдачи под проценты займов гражданам чем это отличие вот она ростовщичество Ну а как же? Это и есть ростовщичество. Вот оно и есть, оно самое. Что еще тут добавить? Другой разговор. Если вы работаете, скажем, в банке, который занимается выдачей под процентом, и только это и есть его, собственно говоря, форма работы, это и есть, так сказать, узаконенное ростовщичество, вы работаете в банке сотрудником и спрашиваете, является ли грехом для вас, как для православного человека, работа вот в такой организации? Нет, не является. Выполняйте свою работу хорошо. А если это имеется в виду частная какая-то вещь, вот именно такая вот фирма какая-то своя, где-то выдавать проценты, что-то потом это все. Ну, это и есть это банковское дело, на самом деле, получается, так в моем понимании. Вообще, тема ростовщичества на самом деле очень такая двусмысленная, потому что этим все пропитано, вся экономика на этом построена, банковская сфера вся, она этим занимается, вот, но ростовщичество имеет прямой запрет. Это не по-евангельски, не по-христиански. Христос говорил, что дав взаймы, не требуй назад. Не то, что проценты, ему вообще не требуй назад. Вот это по-христиански. А тут мало того, что требуют назад, так еще с процентами, и дают-то именно для процентов, чтобы получить прибыль какую-то. Вот в этом отношении, конечно, это ничего общего с христианством не имеет. Но поскольку мы живем в стране, светской стране, и здесь свои законы, свои там порядки, и вот банковская вся эта система, это законная вещь, поэтому в ней работать, православным христианам, я, например, не вижу никаких запретов, ограничений. Просто выполняйте свою работу. Вот что я могу сказать по этому поводу. Помогай Господь. Субтитры создавал DimaTorzok